всем привет с вами тинкер сегодня покажу как сделать windows оптимизацию до процесса установки windows как видите моя система потребляет всего лишь 2.8 гигабайта оперативной памяти при условии что у меня запущены необходимые фоновые службы для работы также утилиты а м.д. или нового для начала нам необходимо создать xml файл который будет добавлен на установочный носитель для этого переходим на сайт который указан в описании после чего согласно собственным предпочтением начинаем формировать данный файл язык системы я выберу русский расклад клавиатуры тоже я поставлю русскую вторую раскладка я выберу английскую так как она часто необходима для ввода паролей обычно пароли вводятся латиницей здесь я себе выбираю 64 бита если у вас arm выбирайте arm если у вас 32 бита выбирайте 32 бита далее отключаем проверку windows на совместимость с железом разрешаем установку без использования интернета также можно скрыть окна терминала во время установки можно скрывать можно скрывать это не влияет ни на что устанавливаем имя компьютера которую хотим я ввиду и ком либо можно стать просто по дефолту он сгенерирует рандомное имя но я просто поставлю свое потому что все но буду переименовывать следующая я выберу не оставить compact с так как она сохраняет место на диске но нагружает оперативную память и процессор поэтому я использую do not use compact с устанавливаем часовой пояс в моем случае это москва питер здесь можно не менять ничего так как разграничить диски можно будет при загрузке windows листаем вниз все эти скрипты нам не нужны следовательно можно их пропустить выбираем дефолт юзера нашего компьютера я удаляю 2 полностью и переименовываю админа на свое имя я буду использовать такую учетную запись здесь по поводу пароля я выбираю пасмарды над экспорта это для того чтобы не заменять пароль каждые 42 дня здесь составляем все без изменений в данном меню можете поставить скрывать скрытые файлы либо показывать я постоянно и скрываю так как если мне понадобится какая-то папка я смогу в любое время открыть проставляю галочку всегда показывать разрешение файла использовать классическое меню по клику правой кнопки мыши и при открытии проводника меня будут выбрасывать в папку мой компьютер добавляю иконку принудительного завершения на панель задачи выбираем как будет выглядеть меню пуск здесь можно убрать иконки из панели задач но я это пропущу выключаем все виджеты пуска ставим посередине не будем его скрывать отключаем поиск bing в меню пуск далее это нам не нужно убираем все ненужное из меню пуск также убираем все закрепленное приложение из меню пуск отключаем обновление windows включаем проверку аккаунта отключаем smart screen для edge так как мы его будем удалять следующая включаем возможности удаленного доступа можно не включать если вы не хотите также отключаем перезагрузку при обновлении windows отключаем предложение приложений убираем страницу приветствия из браузера edge и в принципе делаем так чтобы его можно было удалить после загрузки удаляем папку windows old случае если вы переустанавливаете windows у вас будет папка windows old которая оставит себе предыдущей версии windows ее можно удалить при загрузке либо оставить если допустим вам нужны доступ для каких-то файлов или драйверов в визуальных эффектах я поставлю наилучшая производительность следующее какие ярлыки будут у нас на рабочем столе после загрузки в систему я выбираю мой пк потом документы загрузки и корзину виртуальные машины нам не нужны я пока не буду их устанавливать вам по желанию если хотите установить можете нажать галочку подключать к вайфаю я буду в процессе установки оставляем все по дефолту если хотите можно указать кастомное имя и пароль от сети но проще все просто оставить все по дефолту здесь я выбираю отключить все я не хочу ничем делиться с windows потому что без толку это все но ничего не работает никакая обратная связь поэтому просто отключаем чтобы не подъедала ресурсы нашей операционной системы здесь ничего не меняем настройка визуальных эффектов то есть можно здесь выбрать тему заданную системой а можно поменять сразу же поставить dark и какой цветовой акцент также для оптимизации можно выбрать просто одноцветные обои следующим пунктом мы удаляем все ненужные приложения можно сразу поставить все галочки потом отщелкивать галочку там какое приложение хотите оставить я для себя думаю оставлю калькулятор терминал средства просмотра фотографии текстовый редактор это мы пролистываем нам не нужно это нам тоже не нужно вставляем все здесь по дефолту ну а здесь уже можно все пролистать здесь не нужно ничего нажимать только нужно нажать загрузить подготовление мы закончили теперь нам необходимо скачать официальный установочный образ windows так как с официального стоит сейчас скачать не получится потому что мы живем в россии следовательно необходимо воспользоваться telegram ботом вот этим нажимаем windows 11 выбираем язык после чего выбираем версию системы я выбираю 64 бита наша ссылка готова нажимаем началось скачивание официального образа windows я уже вытащил на рабочий стол ранее подготовленными xml файл после того как все скачалось как обычно открываем старую добрую программу rufus и записываем установочный носитель если у вас появится окно с галочками можно будет галочки все отжать они нам не нужны так как у нас соответствующие настройки уже были произведены с помощью дополнительного файла который мы приложим к установочному носителю в конце есть просто нажимаем старт окей нажимаем закрыть теперь вот этот xml файлик нам необходимо либо копировать либо вырезать и вставить на загрузочный диск на всякий случай если вдруг вы нажали удалить windows old папку при создании xml файла нам тогда необходимо заранее перевести перенести все необходимые драйвера их можно найти папки windows system 32 найти папочку под названием driver store ее нужно копировать и перенести на установочный носитель пока происходит копирование покажу вам как установить недостающие драйвера для этого нажимаем меню пуск выбираем диспетчер устройств ищем необходимый вам драйвер нажимаем правой кнопкой мыши на оборудование и нажимаем обновить драйвер для чего выбираем найти на компьютере и указываем путь до папки которую мы только что создали с драйверами и нажимаем next так как у меня все драйвера стоят я просто нажму cancel завершить потому что мне не нужно чего устанавливать на этом видео можно заканчивать установочный носитель создан драйвера установлены не забываем ставить лайки подписываться на канал и писать комментарии о том как вам понравилось видео всего добра до новых встреч до новых встреч до новых встреч